В последние дни августа Саратов с очередным визитом посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В преддверии 1 сентября основное внимание федеральный политик посвятил вопросам образования. Программа поездки началась с посещения 89-й гимназии в Елшанке. К новому учебному году она получила новую пристройку. Впоследствии рядом с гимназией построят ледовую арену. Оно не только хоккейное. Для фигурного катания, пожалуйста. Для того, чтобы на коньках научиться стоять, пожалуйста. Оно должно быть многофункционально. Причем, безусловно, здесь будут команды, которые наверняка устроят соревнования по хоккею внутри школы, между школами. В планах обустройство в Елшанке парка с аттракционами и детского городка профессий. В декабре прошлого года к качеству строительства пристройки были претензии. Спикер Госдумы призывал директора объект не принимать. Теперь недоделки исправлены. Сегодня другое. Ну, посмотрите. И школа несет в себе новые эмоции, радость. А то было все в темных тонах, серых. Ждем с нетерпением. Остались ли у нас как? Пошире стали? Да, дойдем. Дойдем? Конечно. Проверять не будем? Да. Проверим. Сегодня гимназия готова принять 900 учеников. Это вдвое больше, чем было ранее. Гимназистов ждут новые классы и новое оборудование. Мы берем нового педагога, который вот... Вам повезло. Да, несказанно. Посмотрите. Какой у вас станочек-то? Когда я учился в школе, я и представления не имел, что такие существуют. У нас было только токарное, один в разобранном виде. Только в институте, когда изучали токарное дело, тоже не было таких... Здесь у нас полностью свистарка, там столярка. Столярка. То есть разделены на две зоны. Сами-то оцениваете все это. На высоком уровне. На высоком уровне. Одна из лучших мастерских в Саратове. Спасибо вам большое. К первому сентября гимназия обзавелась и собственной столовой. К ней, а вернее, к установленной в помещении мебели были вопросы. Как подносы помещаются на столешнице? На столах? Четыре человека. Можете прицепить? Такая столешница была. Михаил Александрович, Татьяна Владимировна. Поправили все и сделали. Столы, местные столешники, удобно для ребятишек. Потому что с подносами подходит, два подноса можно здесь поместить. А до этого нельзя было. Не бывает мелочей, которые можно взять и проигнорировать. Потом эти мелочи, они боком выйдут. Пока шла экскурсия в актовом зале, губернатор встречался с молодыми педагогами. С 1 сентября 200 выпускников вузов пополнят ряды учителей. Помимо вопросов о жилье, заработной плате звучали и весьма острые темы. Но также важно не просто развивать стройку образования и здравоохранения, но важно проводить ряд недорогих реформ, которые в целом положительно скажутся не только на жизни учителей, но и на жизни всего российского общества. Больше, что зависит от руководства в нашей области, вашей власти и возможности, например, сделать наш регион образцовым в деле революции, в деле предоставления политического фривализма, возможности сделать свободные, конкурентные выборы и марки и другие. Например, Саратовская область может стать примером по части свободы средств массовой информации. Все эти меры не будут стоить больших бюджетных денег, но и обеспечить инвестиционную привлекательность нашей области и в целом поднимать уровень жизни, наполнить наш бюджет. Если проводить раку с коррупцией и эффективно сходу инвестиционных средств, то можно будет повыситься флоты и учителям, и манажам, и членам правительства, и всем остальным людям. Вот, наверное, такие желания. Немного волнуюсь, поэтому моя речь была не идеальна. Прошу за это всех посетить. Спасибо. Спасибо. Вы там несколько предложений таких сделали, и средств массовой информации, и свободы, и коррупция. Ну, что касается коррупции, я думаю, что сегодня прежде всего формируется совершенно по-другому гражданское общество. Сегодня все бюджеты, они открыты, они сегодня в доступности каждому жителю. И Российской Федерации, допустим, отдельно взятому региону. Здесь никто ни от кого уже ничего не утроет. Это первое. Второе, сколько у нас контрольных надзорных органов. Сегодня каждый рубль, он настолько под контролем, что здесь тоже не забалуешь, как говорится. А если уж где-то это происходит, то незамедлительно и наказание будет. Но в большей своей степени все-таки наш общественный контроль поэтапно, во всех направлениях, он должен иметь место быть. Как начиная вот со школы, у вас там есть совет, который говорит, зарплата сегодня формируется вот с такой части, с такой части. И есть еще компенсационная часть, правильно, да? Стимулирующая часть. Поэтому вот эта часть должна тоже быть прозрачной, и она проходить как раз в рамках совета. А не так, как говорит, вот вы, молодой учитель, вот подождите, а мы вот порассуждаем, пока вот кто прилетит. Вот эта основа должна быть. Что касается средств массовой информации и свободы, я думаю, что, ну, не знаю, еще свободнее региона, чем Саратовская область. В этой части, по-моему, у нас и печатных средств массовой, и электронных, и теле, и радио, и каких только. Вот именно лет, наверное, пять назад у нас только от них газет было 100 свободных. Поэтому в этой части, я думаю, что у нас не самая худшая ситуация, а одна из, наверное, открытых. Что касается свободы выборного процесса, доступности, возможностей молодого специалиста. Все это отражается в работе прежде всего с населением. Если не будет живого общения и работы с населением, будь ты золотой будь. Никто за тебя не проголосует. Понимаете, вот у нас много представителей сегодня разного уровня бизнеса, да? Но когда мы говорим о каких-то возможностях поддержки приоритетов, начинающих специалистов, или создать условия для детей, будем говорить, еще что-то. Когда доходим до дела, нет таких представителей. Вот мы знаем проекты, которые Вячеслав Викторович 10 лет назад начинал, реализовал на территории области, знаем, какие сегодня. Есть проекты, но не может до бесконечности один человек, тот помогает. Мы все должны вместе объединить условия возможностей и те возможности, которые как раз реализуются на территории нашего региона. Вот здесь уже зависит от искусства нас с вами. Поэтому как раз вот эта открытость, она должна вот в этот формат и направленность. О проблемах современной школы говорил на встрече с молодыми педагогами и Вячеслав Володин. Одна из главных – стареющие кадры. Если говорить о проблемах, их много. Это проблемы и материальные базы, и нужно это признать, они есть, они большие. Эти проблемы есть не только в сельских или в школах районных центров Саратовской области. Большое количество проблем в школах города Саратов. Многие из них находятся в зданиях и дореволюционной постройки. И такие школы, как гимназия 89, основной корпус был построен в 1948 году. Понятно, что? Школам нужно помогать, их ремонтировать, необходимо реконструировать. Там, где школа находится, памятники историко-культурного наследия, реставрируют. Допустим, вторая школа города Саратов. Такие же есть проблемы и в школах городов области. Есть задача, которую необходимо решать. Вопрос социального статуса учителя он недостаточен для того, чтобы создать престиж профессии. У нас масса случаев, когда совершенно непрофильные предметы преподают учителя. Это снижает качество обучения. У нас с вами каждый пятый учитель преподает два предмета и более. И мы с вами должны несколько поклониться и отдать долг тем, кто сегодня, находясь на пенсии, работает в школе. У нас практически каждый четвертый учитель в школах достиг пенсионного возраста. Поэтому, когда мы говорим, что у нас все хорошо, нет. У нас проблемы, проблемы сущностные, проблемы, которые нельзя замалчивать. И важно, чтобы это понимали мы, кто принимает решение, и вы, что мы знаем это, и будем делать все для того, чтобы этих проблем было меньше. Следующая точка – микрорайон «Звезда». До конца года здесь должно завершиться строительство школы на 825 мест. Небольшие коррективы решений приняты по котельной, потому что считаем просчет и непрофессионализм. Вернее, кто-то просто не подумал о людях, которые живут вот в этом большом многоподъездном доме, где практически чередение запроектировано котельня с 30-метровой трубой. Ну и понятно, что дом выше, весь дым из этой трубы будет оставаться в доме, который, тем более, имеет три стороны. Если проектировщики ставили задачу выкурить всех из этого дома, то они ее успешно могли решить. Мы договорились с Михаилом Санчем и отдать должное ему. Он на встречу идет, найти решение по выносу из жилой части котельной, переносу ее в другое место, где она не будет наносить вред жителям. График производства строительных работ позволяет завершить строительство школы до конца года. Будем надеяться, что темпы не будут снижены. Количество людей, работающих на объекте, достаточно является. Все остальное наше пока и погода. В среду же Вячеслав Володин принял участие в ежегодном августовском педсовете. Мероприятие прошло в еще одной новостройке в школе Аврора в Солнечном-2. Здесь тоже вспомнили о возведении пристройки к 89-й гимназии. Из полученного опыта сделан вывод, директора школ в Саратове больше не будут выступать заказчиками строительства. До практички этого года была какая-то практика, которую мы обсуждали с Валерой Васильевичем и ее досекли назначать ответственным директором школ за строительство. Вы заказчики. И когда в прошлом году мы общались с Татьяной Владимировной а там была стройка, а как вы понимаете стройка это огромная ответственность плюс нужно знать технологию, обладать знаниями специальными. А Татьяна Владимировна, несмотря на то, что 37 лет в школе проработывали 21 год директором, у нее этого не было. Поэтому конечно будешь со стрессом каждодневно. Потому что это деньги, это ответственность, это технология, в которой директор не разбирается. но придумали, что директор школы заказчик. И поэтому начиная наш разговор хотелось бы, чтобы меньше было таких решений, меньше было глупости. Многие вопросы решатся более эффективно, если обеспечить качественное образование. От этого зависит судьба ребенка, от этого зависит судьба нашей страны. Насколько мы будем конкурентоспособны. Наше образование, среднее образование, абсолютно конкурентное с другими странами. База, которую дает наша российская школа основательна и эффективна. Это все признают. И нам нужно сделать с вами все для того, чтобы сохранить лучшие традиции, лучшие методики. С другой стороны избавиться от бюрократии, которые вас заставляют целыми днями писать отчеты. Готовить к вам не потребовалось нескольких часов перед поездкой и вчера до поздней ночи и сегодня перевопатить большое количество цифр и литератур. Уважаемые коллеги, но все-таки педагогические собрания проходят в дни, когда мы готовимся к первому сентября. У нас в этом году первое сентября воскресный день будет второй. Это замечательный день. Мы все вспоминаем свою школу, своих учителей, линейку, когда мы заканчиваем. Поэтому, когда говорят день знаний, может быть только улыбка и позитивное настроение. Желаю, чтобы у вас это настроение всегда присутствует. От вашего настроения многое зависит. учителя, который несет радость, уверенность, оптимизм, какие же качества кремнировые передачи. КОНЕЦ